Потом написал книжку, как он выживал в концлагере. И его вот такой, что выживали не самые злые и даже не самые сильные и здоровые. По его мнению, выживали именно те, кто сохранял смысл. Причем не какой-то определенный смысл, а любой смысл. Увидеть, наконец, когда все это кончится, своих близких. Или родить своего ребенка, встретить любимую женщину. Слушатель, оставь комментарий, подпишись и поддержи нас на платформе Бусти. Вещает станция «Ваши уши», подкаст о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Меня зовут Дима. Сегодня у нас в гостях Владимир Павлович Серкин. Здравствуйте. Добрый. Большое спасибо, что пришли к нам. Перечитал, свяжил в памяти вашу книгу, перечитал сегодня. И обратил внимание на то, что вы большой акцент уделяете связи человека с природой. Да, человечество в целом довольно сильно активизировалось в плане экологических движений. И в целом пытается остановить надвигающийся, как кто-то говорит, кризис, глобальное потепление. Как вы думаете, это действительно проблема или это просто очередной цикл жизненный, который Земля, в принципе, всегда проходит, и это не новое явление? Судя по следствия массовой информации, мы сейчас осознаем, что деятельность человечества вносит большой вклад в потепление климата. Ну и судя по тем же средствам, есть люди, которые говорят, что это просто колебания геологические и временные. Поэтому я сам не могу сказать. Я не с теми, не с теми специалистами на 100% не согласен. Не замечаете в этот приезд в Магадан, что сейчас такое очень теплое лето у нас в этом году выдалось? Да, сейчас становится постепенно теплее. Я не знаю, я тот раз говорил или нет, я еще помню времена, когда некоторые травы не росли. Вот на той же тропе, о которой мы просто раз говорили, сабельник болотный, он появился лет 10 назад, нет, даже 15 скорее. А белые грибы на обрыве к светлой, ну к березовой, они тоже появились лет 10 назад, так в массовом количестве. А лисички только лет 20 назад появились. Ну, я такими оперирую сроками, потому что я их точно помню. Там я все время хожу. Поэтому климат меняется, да. Еще лет 10 назад я встречал с геологического факультета преподавателей, которые на практику студентов водили по полосу Старецкого. А сейчас уже не встречаю, спросил одного, что-то я не встречаю вас уже давно. Говорит, а у нас, у вас же тут, у нас в Магадане, в смысле, Межлота, а там на Старецкого ушла вглубь. И мы уже там для изучения мерзлоты не водим студентов. Кроме негативных эффектов есть такие неочевидные плюсы, да, если какие-то появляются новые виды трав, грибов. Некоторые люди даже в пожарах находят плюсы. Говорят, что после них чуть-чуть другая фауна, чуть-чуть другие травы и так далее. То есть, слава богу, земля большой очень, организм. И как бы что-то компенсируется, что-то изменение как-то компенсируется в основном. Вам не кажется, что Земля, может быть, у нас, ну как, человечество хочет просто изжить немножко? Чем дольше мы живем, тем больше узнаем, что человечество существует там совсем недавно. Ну как недавно? Лет 45 назад я учился в Массоцком университете. Мы изучали в антропологии, что человек существует там 60 тысяч лет. А сейчас мы уже говорим о миллионах лет там. Ну о сотнях тысяч тоже, точно мы говорим. Поэтому человечество тоже меняется. Ну при том, что мы же знаем учения о разных расах. Сейчас мы, например, пятая разов нет. Ну знаете, в самых популярных учениях, например, в Тайной Доктрине Балавадской, что уже сейчас именно на смену нам начала приходить шестая раса. Ну а предыдущие, по крайней мере, об атлантах, о лемурийцах вы слышали. Так что тут сложно. И человечеству сейчас уже столько миллиардов, что оно и на само себе влияет, как любой вид, который слишком расплодился. Последние десятилетия очень много говорят о сексуальных меньшинствах. А сейчас еще к ним присоединились там Child Free и другие. Но это не меньшинства, но как бы свободные от детей люди. Их становится тоже все больше. Это, очевидно, реакция самого человечества на то, что население становится все больше, и оно все плотнее. Хотя, конечно, в Казанской области это не относится. У нас пока население все меньше. Мы тут на тысячи километров без плотности живем. Я вот тоже часто об этом думал в таком ключе, что если апокалипсис и начнется, то мы живем у Христа за пазухой. То есть здесь станет только теплее и комфортнее. Плюс очень много неосвоенной пустой территории. То есть наш регион может снова ожить, получается. Ну, как бы, если сюда народ побежит, спасаясь от бесконечных пожаров и потоплений. Да, я, кстати, удивляюсь, почему нет рекламы такой, туристической, что хотите отдохнуть в нормальной температуре и приезжайте летом в магазин. Потому что в Москве уже месяцами стоит 30 там, и даже плюс 30, больше чуть-чуть. В этом смысле нашему региону с точки зрения температуры комфортнее становится, да. А в этом году, к сожалению, гостница напала на лестницу на трассе, знаете, да? В предыдущие годы такого нападения просто не было. Я это связываю с тем, что теплее стало, да? Ну, я знаю, что биологи из Владивостока, из Магадана изучают это явление насчет мер там. Ну, самое главное мера, на которую они все надеются, что все это вымерзнет. Ну, когда я был здесь, в Магадане же, в пионер-лагерях, то в 60-е годы еще летали постоянно самолеты там, по крайней мере, два раза в неделю, все опыляли. Ну, уже с годов 80-х я этого не видел. Ну, и плюс такая территория, которая сейчас поражена, я просто не возьму шаплением, поэтому... Ну, это задача биологов, думать об этой защите и о том, какие естественные враги у этой гусеницы будут. Я думаю, мы можем такую небольшую-то рекламу сделать. Действительно, что на зиму можно уезжать в Москву, работать там, а потом на лето возвращаться сюда. И, в принципе, уже и море так прогревается, ну, до такой комфортной температуры, что очень много людей начинает купаться даже в Нагаево. В плане, как бы, смены картинки, потому что в Магадане, ну, 9 месяцев... Ну, лично нашему поколению я замечаю, что многим тяжеловато дается зимовка, потому что, ну, как-то у некоторых обостряются какие-то депрессивные настроения из-за отсутствия витаминов, цвета банально на улице. Вот, поэтому такие поездки помогают. Вот, недавно ко мне приезжал друг. Вот, он как раз-таки тоже в таком довольно загруженном состоянии находился. Все сетовал на то, что он, ну, не может никак найти какой-то для себя смысл банально вставать с кровати, ничто не кажется ему нужным. Я попытался его как-то приободрить, там, повел на сопку, но ему это не очень сильно помогло на самом деле. Вот, поэтому я вот хотел у вас спросить, что сейчас людям можно делать, чтобы все-таки улучшить свое состояние? Значит, что я могу сказать, что смысл на самом деле будет меняться. Вот 50 лет назад, в 16 лет, у меня был один смысл. Сейчас он немножко совершенно другой. Ну, даже не немножко, а сильно. Хотя некоторые общесмысловые там вещи сохранились, но он будет меняться. Общесмысловые — это то, что там, скажем, семья, дети, ну, и родители. Вот, очень сильно поменялись смыслы социальные в этом смысле. И даже более того, то, что казалось важным в те годы, там, ну, или сбылось, или просто сейчас кажется неважным. Вот когда-то я думал, вот, там, в 26 лет, например, что надо бы, хорошо бы будет, если когда-то я в жизни напишу книгу, напишу учебник, там, сказать. Вот, сейчас тоже я не против все это написать, если сил хватит. Но это уже не те смыслы, которые там, из-за которых я бы вставал с постели. Вот. Так что смыслы будут меняться, а я не знаю, не всем пригодится совет, но, как бы, сказать, есть периоды, когда нормальный взрослый человек, ну, тем более мужчина, должен вставать независимо от смысла и решать текущие задачи. Там, хочется, не хочется, а есть смысл, нет, просто решать. Но если он это будет делать неотступно, то смысл появится для него. Ну, или просто вот это состояние депрессии пройдет. Мне понравился способ, который тоже был описан в вашей книге, сесть, да, у белого листа бумаги, сфокусировать полностью свое внимание на своей жизни, да, и в течение, там, нескольких часов. Часа. Да, пытаться выстроить линию. Это хорошо написано у Гурджиева. Называется техника, значит, остановка. Так и называется. Ну, обычно час, потому что больше людей обычно без тренировки не выдерживают. Ну, хотя кто специально тренируется, тот может в любое время это делать. Вот. Эта техника для решения проблем обычно применяется. То есть не для жизненного смысла. Вот конкретная проблема, вот, начиная с того, что там, как мне построить отношения, там, с Натальей, или как мне, там, все-таки начать, вот, если я так и буду жить, я денег не заработаю. Вот как мне все-таки начать, там, потихоньку хотя бы, ну, начать двигаться в сторону, зарабатывать мне денег. Вот для таких. Ну, на самом деле, при хорошей подготовке эта же техника годится для определения смысла. Ну, другое дело, что тогда ее надо хотя бы раз в год повторять, потому что я повторяю, то, что кажется смыслом сейчас, оно будет меняться с годами. Вы бы не могли на своем примере рассказать, как у вас вот именно трансформировался смысл, ну, вот, там, с 16 лет до сегодняшнего дня? Я 55-го года, то есть в 16 лет это какой там, 70-й, 71-й год, 9-й, 10-й класс. Ну, вот, то, собственно, я о смысле особо не думал, там, казалось, что вот правильно будет, там, когда встану на ноги жениться, завести детей, там, семью, и, значит, я думаю, большинство нормальных людей так и думает, ну, даже и сейчас, в этом возрасте. А, значит, ну, потом, сказать, какие смыслы были? То, что сейчас кажется, сказать, обыденными задачами поступить в институт, окончить институт, там, сказать, получить диплом, что-то еще сделать, сейчас уже, скажем, мне не кажется таким осмысленными, это просто кажется проблемами, но для нормальных молодых людей это, сказать, осмысленно. Ну, кроме тех, я повторяю, которые сейчас находятся с обыдением средств массовой информации, которые уже child-free, там, и так далее, в этом смысле. А потом у меня тоже были смыслы, продиктованные внешне, значит, там, кандидатскую защитить, докторскую защитить, там, ну, я уже работал, там, сказать, зарплату увеличить, там, что-то купить, значит, и смыслы, которые продиктованы, ну, внутренне, попроще не скажешь, то есть, исходя из того, что вот я хочу сам, вот, эти внутренние смыслы, они, значит, никак внешне не поощрялись и не принимались долгое время, вот, потому что, например, когда первую книжку я написал, маленькую, 55 страниц, вот, какого-то шамана в 2001 году, так сказать, большинство людей, так сказать, не хотели читать знакомых моих, и говорили, зачем тебе это нужно, вот, ну, и так сказать, типа, ты хочешь, там, так сказать, выделиться, выпендриться и так далее, вот, ну, я сам не мог ответить на вопрос, что, зачем мне это нужно, ну, как-то пошло течение, вот, сейчас я уже практически, ну, 5 дней в неделю точно, вот, я говорил, хоть по 15 минут в день, но этим занимаюсь, вот, ну, а такие смыслы общечеловеческие остаются, там, дети растут, внуки растут, там, насколько могу, хочу, помочь им решать их проблемы, значит, там, я уже 16 лет пенсионер, вот, и рано или поздно на пенсию выгонят, вот, в этом смысле, ну, вот, я как раз только конкурс прошел, то есть, еще в ближайшие годы, наверное, не выгонят, значит, поэтому, ну, смысл оставаться бодрым, писать, творить, там, чтобы студенты любили, ну, они любят не за что-то, а за то, что ты к ним по-человечески относишься и человечески с ними работаешь, вот, в этом смысле есть, ну, естественно, когда человек постарше, он задумывается, ну, не все люди, некоторые просто отбрасывают за мысли, ты задумываешься о том, сказать, когда-то ты будешь умирать, еще ни одного человека не родилось, по крайней мере, известного нам, кто бы не умер, даже Будда, хоть и просветленный был при жизни, он тоже, так сказать, в свое время лег и умер, я имею в виду Шакья Мунти, там, кажется, 80 с чем-то лет, поэтому, ну, твердо и спокойно смотреть на это, и, значит, спокойно это принять, там, хотя это вряд ли смысл для малых людей, и действительно можно, наверное, многим лет до 50, там, или 60, там, или 70, сейчас проживательность жизни не у тех, кто умер младенцем, а вообще средняя возрастает, вот, поэтому, смысл меняется, так сказать, вот об этих смыслах, которые за жизнь и смертью, я пока не сильно разобрался, и не очень так хочу по этому рассказывать, чтобы не путать других, вдруг я не совсем правильно разобрался, но я надеюсь, что через 3-4 года, так сказать, да и жизнь заставит с этим тоже разбираться. В прошлый раз мы общались с молодым предпринимателем, Андреем Левенцовым, он спросил, какой у вас эталон человека? Это же связано с мировоззрением, сейчас тоже, так сказать, собственно, спокойный, твердый, умный человек, по возможности, так сказать, переносящий людям пользу, вот, и окружению своему, поскольку мы только что говорили о смерти, то, и я повторяю это, можно и не думать до 5 лет, до 50, если точно, нормальным людям, здоровым, то, значит, человек, который все больше и больше понимает и смысл жизни, и смысл смерти, ну, и то, что зачем он живет и зачем он умрет, а мы все, так сказать, я повторяю, никто еще не родился из тех, кто не умер. Что нам может помочь, на ваш взгляд, с этим осмыслением? То есть, человеку нужно просто как посмотреть в эту бездну или какие-то могут быть, возможно, вспомогающие инструменты? Могу пошутить, что если долго взглядываясь в бездну, ну, там, бездна начинает взглядываться. Если тебе повезло, и более-менее сознание и здоровье, ну, здоровье и отсюда уже сознание ясное, то, значит, что? Держись и иди дальше, и, как бы, готовься к этому. Многие люди сейчас считают, что есть первоплощение, например, 350, кажется, миллионов буддистов там на Земле. Вот. А многие люди считают, что человек начинает жить в других формах. Это помогает. Ну, это еще, скажем, от русского космизма идет. Вот. Целковский, Федоров, которые говорили о том, что человек будет жить в пространстве, но не в человеческом теле, а там, в каком теле. Они не знали такого слова плазма. Я сейчас думаю, что в плазменном. Вот. Ну, значит, ну, в общем, понимай и спокойно иди вперед. Многие говорят, что НЛО сделан из плазмы. Шаровая молния. Ну, в этом смысле. Близко к этому я говорю сейчас. Но я повторяю, когда русский космизм был в 19 веке, то еще, так сказать, ни Федоров, не даже Солковский, этого слова не знали. Вы как считаете, вот НЛО существует? Я считаю, что существует, причем очень разное. Ну, начиная от вида шаровых молний и, значит, окончая, так сказать, видами, там, искусственных аппаратов. А вам приходилось сталкиваться с шаровой молнией или с чем-то подобным? С шаровой, с чем-то подобным шаровой молнией приходилось, да. Просто, так сказать, как бы светящий шар, который движется так или иначе, он может вас задеть, и вы ничего, так сказать, не будет, это будет болезненно, а может вас и сжечь, там, зависит от того, как. Я некоторые, когда интересовался этим, лет в 30, читал некоторые, так сказать, записи. Я еще сначала до психолога на физика учился. Вот у нас был Петр Сергеевич Булкин, такой куратор группы, он рассказывал, что на даче у него в Москве шаровая молния разрядилась в бочку с водой. А он, значит, ну, поскольку он был физик, тем более в те времена, так сказать, люди не стремились к бизнесу, ну, у них все равно был оклад, а не на тот же нужных сотрудников. Он побежал с градусником и замерил температуру воды, ну, предполагая, что она такой же температуры, как на улице, до того, как шаровая молния разрядилась, ну, и, соответственно, потом замерил объем бочки, он и так, очевидно, его знал, и посчитал энергию, там, сказать, вот, насколько я помню, он говорил где-то о 6 тысячах киловатт. Ну, и мы еще спрашивали его, там, так сказать, сильно горячая вода. Он говорит, ну, она значительно повысила температуру, но так, чтобы я руку мог садить в эту воду. Необъяснимые вещи, очевидно, встречались всем. Вот, и мы как-то раз сидя на большой довольной компании ночью на той же Березовой, на берегу моря, там, сказать, видели, как мимо нас прошло что-то вроде шаровой молнии. Что это было? Светящееся большое, ну, как большое, вот такое примерно. А, значит, что это было? Да, у нас же аудиозапись, ну, сантиметров 30 в диаметре. Что это было? И на какой высоте, трудно сказать, ночью. Поэтому, вот я это видел, но что это, я не могу сказать. Я вот уже в аспирантурую часть на психфаке, был командиром другого строитряда в том же Казахстане. Ну, и уже после вечернего времени, там, часов в одиннадцать вечера, значит, сидели мы на кухне и пили чай с этих стеклянных баночек полуитровых. А, значит, забежали студенты, они были младше меня. Там, я, во-первых, уже после армии, там, не со своим годом учился, а, во-вторых, просто уже был аспирант, они как бы студенты, там, первого, второго курса, говорят, болот, что там такое? Мы выбегаем на улицу, а там в черном небе вот что-то ходит, вот так овалом светящаяся, ну, практически на одном месте. и студенты взбудораженные, надо было их успокоить. Я говорю, ребят, что-то там в Семипалатинске на полигоне, ну, сам я до сих пор не уверен в этом, я не знаю, что это такое. Ну, и даже если на полигоне, что взорвали, почему она вот так ходила кругом по небу, овалом таким, тоже не могу сказать. Получается, наш мир можно познавать не только путем взаимодействия с наукой, эмпирическим путем, но и духовным. Кажется, что сегодня люди как-то меньше уделяют внимания именно второму. Да уже лет 20 у нас же это как-то постнаука, и все больше внимания уделяется. И методам познания, например, у нас в Институте психологии РАН, у нас, это я имею в виду, в России, во всех интернетах есть, и в соцсетях, были многочасовые лекции с буддистами. Не то, что я там чистый привержен с буддистом, но буддизм, оно многие, так сказать, вещи мне нравятся. Ну, и как бы скорее обмен опытом, чем, так сказать, кто-то кому-то лекции писал, читал. То есть, наука к этому идет постепенно. Значит, в народном творчестве, в мифологии, и даже у поэтов, есть такие описания, на которые мы только что приходим, это бесспорно. Причем, сами поэты могли не думать об этом. Помните, у Гумилева там, я верю, что деревьям, а не нам, дано величие настоящей жизни. на ласковой земле, если трезвие звездам, мы на чужбине, а не в отчизне. То есть, я не знаю, он правду или говорил, нет, но что, как бы, он каким-то поэтическим прорывом вдруг постигал проблему того, что, так сказать, на самом деле мы откуда взялись, вот, и даже, так сказать, немножко постигал проблему того, что на самом деле первично, естественно, земля, что вторично, то, значит, таких очень много вещей. Ну, вплоть до смешных стихов Бродского, у него хорошие сборники, но у него есть такие стихи, как бы, вроде не в стиле Бродского, там, как это, ты не скажешь комару, завтра я, как ты умру. С точки зрения комара, человек не умира. Вот. Ну, и в этом смысле, так сказать, это что же, скорее, по остановке проблемы некоторая. Как мы, как комар воспринимает нас, и как мы воспринимаем, так сказать, существа, которые живут в сотни тысяч раз длиннее нас. Ну, если удаются, а многими удаются, чистая экзистенция, то есть люди просто живут, как бы, и не думают о смысле жизни, то это, наверное, удачный вариант, но если ты философ или ученый, то ты не можешь об этом не задумываться. И вот, например, этот камень, принесенный с берега моря, почему? Потому что он круглый, то есть обточенный, его катало волной, там, ну, я не знаю, может быть, тысячи лет, может, он в этом смысле, значит, ну, как бы свою эволюцию имеет, он точно был не такой формы, когда откололся от скалы, а когда он образовался в скале, у него, он, сказать, точно был не такой формы, как, сказать, как потом, когда откололся, или когда он там отвердевал, в этом смысле, значит, какой у него смысл? С нашей точки зрения, никакого, он просто такой, так существует. Ну, есть такие люди, которые к этому пришли, к экзистенции, к существованию. Ну, есть такая книжка, «Человек в поисках смысла», Франкл, автор, ну, он, как бы, сказать, хороший автор, но в силу своей национальности он в годы оккупирования фашистской Германии подвергался к преследованиям по национальному вопросу. и потом написал книжку, как он выживал в концлагере, вот, и его вот такое, что выживали не самые злые и даже не самые сильные здоровые. Вот, по его мнению, выживали именно те, кто сохранял смысл, причем не какой-то определённый смысл, а любой смысл, там, увидеть, наконец, когда всё это кончится, своих близких, там, или, там, сказать, родить своего ребёнка, встретить любимую женщину, то есть, или религиозный смысл, кто с верой попал в этот концлагерь. Ну, как бы, по его мнению, чем больше у человека смысла, тем лучше он выживает. Ну, и хотя бы в этом смысле, смысл желательно иметь. Другое дело, я повторяю, он будет меняться. Ну, вот, многие находят смысл каких-то, ну, реализации каких-то проектов. Вот вы упомянули, что в начале вашего писательского пути, да, ну, вы написали небольшую... 55 страниц, и, в принципе, ваши знакомые вас, ну, особо не поддержали, если я правильно понял. Ну, собственно, я и не жал с поддержки. Ну, просто когда я... Я, кстати, за свой счёт здесь, в Магадане, там был такой датчик, Кортис, и там Клинис работала, издатель, может, помните её. Вот. Тогда я издал 400 экземпляров, ну, и поскольку пришёл в магазин знаний, книжный тогда, директриса мне сказала, что, ну, оставьте штук 10, мы посмотрим, как будет продаваться. Я больше к ним не заходил там. Я увидел, что ей это совершенно неинтересно. Вот. Я просто раздалил всем своим знакомым, ну, так, даже жабочно знакомым людям, там, я разослал эту книжку. Некоторые стали присылать отзывы там. И то, что не поддержали, не могу сказать. Наоборот, больше всего сказали, как интересно, пиши дальше. Были люди, в том числе и ближайшие коллеги, которые говорили, непонятно, зачем тебе это нужно. Ну, то есть, как бы, так было. Ну, у них свои, как бы, понимания, у меня свой смысл тогда был. Вы помните, у нас есть постоянный вопрос из одного слова трассы. Ваша, вашу историю с кошкой и то, как её правильно делить, ещё, в принципе, никто не перебил. Я понимаю, что сложно вспомнить что-то круче этого, но всё-таки, может быть, у вас найдётся загашники ещё. Вы знаете, я сам не могу круче, чем с этой кошкой. Потому что она непридуманная, настоящая. Интересно мне, один таёжник рассказывал, что он, когда идёт, он, сейчас охотников мало сохранилось, но есть. Вот он, когда идёт на охоту, это невыгодно экономически, там, сказать, тратишь время, деньги, там, заряды, оружие, всё это самое. Вот. И его, хотя сейчас лучше бы было больше охотников, а то медведя стали одоливать. Вот. Вот в поколении моего отца каждый второй был охотником. А в моём поколении там вот один всего из моих друзей охотится. Вот. То есть понятно, что мишки стали одолевать. Ну, не одолевать, а прижим, как бы, сказать, напрягать. Их стало очень много. Как писал Кричмер, их там примерно в полтора раза больше норма сейчас. Ну, да, там 16 тысяч, по-моему. Да, да, да. А, значит, мне один поделился охотник, что вот интересная вещь такая, говорит, я выхожу из города, вот, и первые три дня, говорит, я, значит, не хожу в туалет. Ну, в смысле, он журчит, понятно, сказать, но по-большому не ходит, потому что организм как-то собирается, напрягается, там, ну, и два-три дня, говорит, потом, говорит, я, как бы, начинаю опять ходить. Или когда я возвращаюсь в город. А так, очевидно, то, что большую часть того, что выбрасывал организм в этой походной жизни, мало спишь, много двигаешься, там, кого-то выслеживаешь, постоянно увлечен, чем-то другим, говорит, я совершенно даже не хочу этого делать. Таких полно историй. Вот, значит, в конце 90-х я впервые плавал с краболовами, с рыбаками на плашке. Вот, и, значит, потом эта история, я не знаю, как сейчас, тогда она стала популярным, когда, значит, я тоже пошел в туалет, там, а мы вечером сидели, пили чай там, там небольшой экипаж, пять человек. Вот, они говорят, только руку не отпускай. Вот, я их даже не понял. Потом вышел, а они ходили в туалет, там, сзади, где винт, над винтом задействие, и бортика там нет. Вот, но висит канат. Ну, и там от винта такой светящий след в темноте. Вот, я сразу понял, что, значит, руку никогда не отпускай. Ну, в этом смысле. Такие вещи бытовые, их очень много, но они не описаны почему-то. А потом, буквально через год, я рассказал, девушкам, а девушки стали рассказывать, студентки в компаниях разных. Через год я услышал эту историю от нескольких местных молодых людей, которые рассказывали ее от первого лица, что они куда-то плавали, там, в Венск или куда-то, там, и вот они такую фразу услышали. Ну, это нормально. Да, вопрос от Алексея Борисова о вашем отношении к Кастанеде и его концепции война. Кастанеда, первый мне еще не было в СССР его, он мне дорого достался, значит, я его купил, первый, свою книжку «Путешествия в X-Land» после строя отряда за 80 рублей, а тогда была стипендия месячная 40 рублей студента. Вот, значит, я его читал с огромным интересом и забоем, хотя это был такой, так даже не было ксерокопии, это был напечатанный на машинке, такой, полуслепой, наверное, пятый или шестой экземпляр через копирку. Вот, значит, потом, когда у меня исчезли эти такие распечатки, ну, потому что я жил в Дасте, дом аспиранта и стажера, МГУ, и давал всем, значит, друзьям читать, ну, сам просчитываю, они несколько страниц дают им, они читают, потом, значит, они просчитывают, другим передают, и, значит, в один день у меня все фрагменты Кастанеды исчезли из комнаты, вот, я сначала подумал, что их украли, а потом, я выяснил, что все, всех друзей исчезли, сказать, все фрагменты, вот, мы поняли, что их не украли, их изъяли, вот, на самом деле, значит, такого не было, что вот как-то, там, ты за водкой стоишь гастроном, двое в черном стоят за углом, так сказать, такого заселения КГБ не было, и его не могло быть, потому что, так сказать, государство бы разорилось просто на офицеров КГБ, если бы их столько было, вот, ну, как бы, вот этот раз в жизни, когда я встретился с такой, так сказать, воздействием, для меня Кастанеда стал еще более ценным, я, естественно, так сказать, купил еще, там, ну, уже с друзьями мы скинулись, купили еще рукописи, и я к нему относился года до 95-го, наверное, с большим пиететом, я сейчас отношусь с пиететом, считаю, что это, так сказать, ну, как бы, один из величайших писателей и мистиков, вот, ну, что касается концепции война, то я уже, так сказать, потом, когда спокойно стал, я думаю, на все осмыслил, что, нет, мне не нравится, так сказать, жить в, в состоянии военной с миром, мне скорее термин не нравится, потому что Гастанин не говорил о том, что, так сказать, что это война со всем миром, он больше говорил о гармонии, правда, на стадии охотника, но сам термин мне тоже не нравится, потому что он говорит о том, что вот человек постоянно настороже и немножко в войне с внешним миром живет, ну, так могу сказать. То есть нужно к гармонии больше стремиться, да, взаимодействовать с миром? Нет, если, как бы, у тебя враждебная есть ситуация, то ее надо решать, как воин, там, сказать, но постоянно в такой ситуации находиться, мне кажется, это тоже неестественно. Ваш вопрос для нашего следующего гостя? А я, как и тот вопрос, тогда скажу, чем, по вашему мнению, ну, гости, если это будет не магаданец, да хоть и магаданец, чем, по вашему мнению, магаданцы отличаются от жителей других городов? Пожелания для наших слушателей? Странное пожелание в контексте передачи, но смысла, свобода и смысла, ну, естественно, триединство, это как здоровье, счастье и удача. Спасибо.